Я занимаюсь интеграциями с 1С, с нашими продуктами. В данном случае… Задавайте вопросы на нашем приложении. Олег их прочитает, и я могу вам их ответить. Давайте я представлю, ну сам себя представлять, как, наверное, не очень хорошо. Это руководитель отдела интеграции с продуктами 1С, Александр. Все разработки, которые мы делаем по 1С, та интеграция, которую мы даем в рамках управления сайтом, та интеграция, которая работает с сайтом, которая является достаточно продвинутой и навороченной, делается в рамках Саши. Вы можете задавать ему вопросы и мучить его, пожалуйста. Потому что мы хотели бы продолжать развивать эту интеграцию, и нам нужны новые идеи, которые мы могли бы воплотить в нее. Он достаточно быстро выпускает апдейт и прислушивается к вашему мнению, поэтому не стесняйтесь, мучайте его как можно сильнее. Сначала я вам расскажу о том, какие у нас есть модули. У нас есть модули для двух наших продуктов. Первый продукт – это битрис управления сайтом. Для него у нас есть интеграция с интернет-магазином. И для битрис 24. Для битрис 24 у нас несколько модулей. Первый модуль, который вышел примерно год назад, это экспорт печатных форм и отчетов. Совсем недавно у нас вышел 1С-трекер, по которому я расскажу чуть попозже и поподробнее. Также у нас есть выгрузка информации о товарах, такая простенькая и обмен с счетами. И также есть экспорт кадровой информации. Давай я дополню немножко, как говорит Леша Кирсанов, 5 копеек вставлю. Для битрис 24 показаны модули, которые есть и в коробке, и в облаке. То есть не факт, что все модули работают для облака, часть модулей только для коробки выходят, но такие модули существуют для битрис 24. Допустим, экспорт кадровой информации работает только для коробки, потому что в этом модуле входит также выгрузка расчетных листков и остаток отпуска. А для того, чтобы их настроить, нужен доступ к административной части. Сначала я вам расскажу про модуль с интеграцией для битрис управления сайтом. И расскажу вам о уникальных возможностях нашего модуля. И первая, одна из самых важных, вкусных возможностей – это реал-тайм-обмен. Давай, прежде чем ты углубляться будешь, немножко скажем, зачем мы делали свой модуль. То есть есть, в принципе, стандартный модуль 1С, который поставляется во всех поставках. Наша задача была сделать модуль, который отражает именно нашу специфику, специфику работы с нашим продуктом. И мы хотели бы, чтобы после прослушивания этого доклада вы переходили на наш модуль и использовали наш модуль. Он более эффективный, он умеет работать с различными версиями, продукта, он умеет правильно работать с разделением заказов, документов, он правильно умеет передавать статусы. И как раз-таки вот эти уникальные вещи, которые есть в нашем модуле, их просто нет в стандартной поставке 1С-овского модуля. Одна из возможностей – это реал-тайм-обмен, который позволяет в режиме реального времени получать документы в 1С, которые были созданы или отредактированы на сайте. Особенность этого реал-тайм-обмена – то, что он очень просто настраивается и он не загружает ни саму 1С, когда работает, не нагружает работу сайта. И так что рекомендую использовать этот механизм. Основная задача реал-тайм-обмена – это быстрое получение информации. Когда у вас огромная компания и вам нужно быстро получить информацию о заказах, то есть у вас поступают сотни заказов за час или в какой-то очень узкий промежуток времени, то фактически реал-тайм для вас спасение. Заказ поступил внутрь интернет-магазина, и он фактически мгновенно поступает к вам в 1С, и вы сможете начать его в быструю обработку, чтобы ускорить вот эту обработку. А остальной обмен, обмен какими-то данными по ценам, обмен по остаткам и так далее, вы можете делать достаточно редко, так как эта информация не требуется как для реал-тайм-обмена. Еще была очень важная проблема. Клиенты очень сильно просили, чтобы можно было выгружать товары в своей иерархии, потому что нужно понимать то, что 1С – это учетная система, у нее есть свои задачи. На сайте это как бы витрина, товар, который продает. У нее свои задачи. И поэтому иерархия расположения товаров, она может быть своя, и будет неудобная для продажи. Поэтому у нас появился такой функционал, при котором вы можете задать свое пользовательское дерево групп, которое будет выгружаться на сайт. И причем можно сделать так, чтобы товары назначались сразу в несколько групп одновременно. В 1С-ке в принципе это сделать невозможно. Кроме дерево групп, в рамках управления сайтом вы можете назначить другие названия этих товаров, причем которые будут генерироваться по неким шаблонам. Очень часто в 1С товар создают по принципу бан, стыкл, трыц, непонятно вообще, что это такое. На сайт такой товар выводить нельзя. Вы можете по шаблону из этих данных получать кусочки и собирать свое название, которое будет видно клиентам визуально на сайте. Также в Boost версии 16 появился новый механизм работы с документами. Появились документы оплаты и отгрузки, причем они могут быть частичные. В данном случае в нашем модуле мы поддержали этот функционал, у нас стало возможно обмениваться этими документами и частичными оплатами, частичными отгрузками, причем оплаты могут быть как наличными, безналичными и эквайринг операций. В зависимости от этого типа оплаты создается свой документ. И также поддерживается оффлайн выгрузка и отгрузок, и оплат. И можешь посмотреть на настройках, на формах указывается, какие документы мы выгружать. Можно выгружать только заказ, можно обмениваться и заказами, и оплатами, в том числе и отгрузками. Помимо этого была реализована тонкая настройка загружаемых документов. Она позволяет самому указать, какие данные в документе будут заполняться. То есть можно указать, чтобы поставлялась определенная в среда организация. Или чтобы поставлялся определенный тип цены или соглашения. Информация может браться как XML по заданным алгоритмам, которые в уже сам коде прописаны. Или фиксированное значение. Или же можно назначать свойства, чтобы по значению свойства, указанного в заказе, чтобы поставлялся какой-то элемент в документе. Например, можно сделать свойства организации и выгружать название организации. по названию организации и будет подставляться организация в своем заказе. Тоже очень важный функционал – это выгрузка пользовательских справочников. Очень часто в 1С есть свои справочники, в которых хранится своя информация. Например, новости. И иногда нужно их выгружать на сайт, чтобы на сайте можно было потом с ними работать. Это информация. Поэтому мы реализовали возможность выгрузки пользовательских справочников в Highload Infoblock. Причем выгрузка может быть как полная, так и в режиме только изменений. То есть будут выгружаться только те элементы, которые были изменены или созданы новые. Под таким страшным названием выгрузка пользовательских справочников фактически это маппинг данных, куда они появляются. У нас могут храниться свойства, которые особенно влияют на выбор товара для торговых предложений. Они могут храниться в списочных свойствах, а могут храниться в Highload блоках. И вот эта настройка дает возможность вам выгрузить в тот элемент, в котором он будет выбираться. Если вы хотите хранить, например, цвета, хранить больше информации, чем просто название свойства, нужно вывести цвет, вывести название, вывести какие-то дополнительные характеристики, то вы можете указать в этой настройке, что выгружать в Highload блоки, и вся эта дополнительная информация будет выгружена в справочник. Также были реализованы механизмы отладки обмена данных. Потому что если, к примеру, данных обменивается очень-очень много, то когда возникают какие-то проблемы или какие-то ошибки, очень тяжело их найти, обнаружить. Поэтому у нас было реализовано так называемое логирование, в котором хранится информация по выгрузке и по загрузке данных. И указано время. То есть можно посмотреть, когда возникла ошибка, или посмотреть, как долго выполняется обмен, чтобы настроить его более оптимально. И также этот лог можно выгружать на сайт. То есть если возникала какая-то проблема, вы обратились в техподдержку, техподдержка не будет просить вас, чтобы вы прислали этот лог-файл. Он сможет зайти на сайт, на сайте скачать этот лог-файл и потом с ним уже работать. И также у нас для механизма отладки очень сильно помогает разделение информации по разным файлам. То есть у нас товары хранятся в одном файле, остатки в другом, цены в третьем, каждый тип документа в четвертом. То есть если у нас объем данных очень-очень большой, то это разделение по типам позволяет открывать файл обучается меньшего объема, они быстрее открываются, с ними проще работать. Какие же были внедрены механизмы по оптимизации обмена данных? Первый механизм – это пакетная выгрузка данных. Причем пакетно выгружается информация о товарах, свойства, документы, контрагенты, даже пользовательские поспорочники выгружаются. Связано это с тем, что когда база очень большая и когда выгружается все в одним пакетом, то очень часто не хватает оперативной памяти, чтобы все это временно информацию хранить. Пакетная выгрузка данных позволяет эту проблему миновать. И помимо этого, когда у нас выгружается по пакетам данных, то у нас получается более надежный обмен данных, потому что у нас все выгружается по пакетам. То есть какие-то пакеты точно передадутся, какие-то нет. То есть если у вас проблемы с каналом связи, то тогда информация больше вернется с того, что она попадет в один сайт. Давай 5 копейк добавлю. Это важнейший показатель для интеграции. Когда вы делаете интеграцию с организацией, и данные, которые передает эта организация, очень большие, вы знаете, что данные большие. Обязательно включайте пакетный режим. Особенно если вы знаете, что канал связи от этой организации очень маленький. Данные, передающиеся одним общим пакетом, могут не дойти, оборваться, и фактически будет повторная перекачка в полного объема этих данных. Выставляйте оптимальный размер данных, отслеживайте этот показатель. Соответственно, вы ускорите выгрузку данных, ускорите надежность этих данных. Данные просто будут попадать быстрее. Очень часто клиенты говорят, вот я ждал тут 2 часа, ничего не происходит, ваша выгрузка долго работает. Конечно, долго работает. На пятый раз пытается гигабайтный файл передать, который постоянно падает и заново перекачивается. Также у нас резервный механизм выгрузки только новых и измененных картинок и файлов. Как-то мы делали замеры исследований, и оказалось, что более 90% всей информации передаваемой – это картинки и файлы, которые в принципе в большинстве случаев не нужны, потому что они уже есть на сайте. Поэтому мы сделали так, что у нас выгружаются только новые измененные картинки. Это позволило сократить объем перебавленных данных на порядок. И как пример, у нас был один крупный клиент, у которого запакованный файл передаваемых данных был 50 гигабайт, из которых 49 плен гигабайт и были только картинки. И при внедрении функционала только именно это уменьшило время обмена. Очень-очень сильно, потому что пока 50 гигабайт передается, это очень долго может быть. А если еще разрывы соединения, то там может вообще не прожить. Это даже не спасет пакетная передача данных. То есть отправить 50 гигабайт данных по 20 минут даже на гигабайт при 100-мегабитном канале – это очень большое время. И при любом обрыве связи заново перекачка какого-то объема. То есть здесь уже ничего не спасет. Данный механизм вам дает возможность уменьшить эту загрузку, уменьшить этот объем. Также был реализован механизм так называемой версионности. В данном случае у нас из 1С, когда создается объект, то ему присваивается версия. Когда он изменяется, тоже версия меняется. И при загрузке на сайт элемент, например, товара, у него сохраняется версия. И если из 1С он повторно выгружается, и версия такая же, то он пропускается и не обновляется. Если же он изменился, то тогда он на сайте обновится. В данном случае это существенно ускоряет время обработки данных на сайте. И также с оптимизацией загрузки было реализовано разделение данных. То есть можно сделать так, чтобы выгружались только свойства, или выгружались только товары, или выгружались только характеристики, или там только цены. Дело в том, что при настройке интеграции есть такое понятие, как актуальность данных на сайте. То есть для товаров актуальность данных, там должна быть требование, как актуальность данных одна. Для цен вторая, для документов третья. И можно с помощью актуальности данных настроить так, чтобы данные формировались только те, которые нужны. То есть в данном случае товары, они актуальны, допустим, раз в день. Вы можете выгружать товары раз в день. Нужно, чтобы остатки обновлялись каждый час. Вы можете поставить так, чтобы они каждый час обновлялись. То есть это такой механизм, который позволяет вам настраивать более тонко нагрузку на сайт и на 1С. Поддержка модуля. В данном случае мы проводим периодически вебинары по этому адресу. Вы можете посмотреть, какие вебинары вы проводите. Потому что после каждого вебинара мы на этом сайте выкладываем их. Помимо этого, на эту страницу вы можете перейти с наших модулей. На главной странице, на форуме или в разделе битрикс, там есть следующий пункт, при котором вы, нажав на который, открывается браузер с этой страницей. Мы стараемся не повторяться с Сашей в рамках вебинаров. Каждый вебинар фактически уникален. Там могут быть какие-то мелкие пересечения, но мы старались брать какую-то одну тему. И эту тему обсуждать или делать. Если вебинар какой-то общий, то там так и написано. Общий вебинар. Там рассматриваются общие вопросы. Мы где-то отвечали больше на вопросы. Все остальное – это уникальный контент. И достаточно интересно его просматривать. Там есть уже вебинары по новой выгрузке с разделением заказов. Если вы применяете и перешли на новую e-commerce платформу, вы можете посмотреть вебинар по этой теме. Как я рассказал, мы постараемся не повторяться. И постоянно разбираем вопросы, которые возникают у клиентов или у партнеров на этапе внедрения. Помимо этого, у нас есть форум по интеграции 1С, где вы можете посмотреть о новых модулях, которые вышли. Есть периодически выписывая информацию. Также, если что, написать вопрос. Если вопрос какой-нибудь сложный, я тоже периодически посмотрю. Если что, вам помогу ответить. Ну и также тут вы можете пообщаться с форумчанами по решению тех или иных задач, которые возникают на момент интеграции. Также у нас есть техническая документация. Тут нарисовано сверху. На котором есть техническая документация. Здесь описаны файлы XML, которые формируют 1С или которые формируют сайт. И которые обрабатываются. Также здесь описаны какие названия документов, какой вообще механизм передачи информации, какие там параметры, про токен. То есть тут патрон информации, как вообще реализован обмен. Также тут есть информация по самому модулю. То есть по настройкам на форумах. То есть пользовательская документация здесь тоже есть. Документацию обязательно смотрите. Особенно по данным, которые в рамках XML передаются. Потому что есть стандарт XML, который регламентирует 1С. И мы немножко отошли от этого стандарта. Он расширен. У нас добавились какие-то дополнительные возможности в этом стандарте. Поэтому если вы видите наш XML файл и видите, что в нем есть какие-то поля нестандартные, то обращайтесь в документацию. Там все подробно описано. Вы сразу поймете, для чего это надо. Также у нас файлы разделены на несколько. Каждый файл может отвечать за определенный объем информации, которую он передает, за свою специфику информации. Там клиенты отдельно, контрагенты отдельно. Там Саша более точно уточнит. Это я просто для понимания. И эти файлы тоже описаны. Каждый файл за что отвечает. С 1С как бы тут у нас такое расширение. Единственное отличие с 1С в том, что у нас когда передается параметр, у нас передается токен. Мы улучшили безопасность при передаче данных, ввели токен. Из-за этого, кстати, могут быть проблемы. Обратите внимание, что при попытке воспользоваться нашим модулем для перехода на штатный модуль от 1С вам потребуется обратиться в техническую поддержку, чтобы она сбросила вот эту поддержку токена. То есть 1С стандартная, подключиться к нашей системе не сможет. Поэтому если вы используете наш модуль и в какой-то момент времени хотите перейти на 1С, то вам нужно будет обязательно обратиться в техническую поддержку. Мы чуть позже выпустим обновление, которое даст возможность это делать в рамках административного интерфейса. Но пока для возврата к стандартному модулю нужно обратиться в техподдержку. Либо поискать решение, там в принципе запросик надо выполнить и все. Где же можно скачать наши модули? Скачать их можно на нашем сайте. На котором здесь написаны все модули для приклонных продуктов в 1С и причем для разных стран. Поддерживаем мы страны Россия, Украина, Казахстан и Беларусь. Поддерживаем самые распространенные конфигурации. Те, которые наибольшее количество используются. То есть если 1С в штатном модуле поддерживает все конфигурации, которые она выпускает, то мы не можем, у нас не хватает ресурсов. Это наша синхронизация уникальная, сделана в рамках нашего продукта. Мы берем, собираем информацию по самым используемым элементам 1С, по самым используемым версиям и выпускаем модули только для него. Поэтому прежде чем принимать решение о переходе, зайдите на эту страничку, посмотрите, есть ли модуль для вашей версии, насколько он актуальный, когда он последний раз выходил и так далее. Если нужно какую-то информацию уточнить или что-то расширить, вы можете, как Саша говорил, обратиться либо на форуме, либо просто написать Александру для связи, так скажем. Да, и страница была недавно переделано. И здесь же можно скачать не только последнюю версию, но и предыдущую. И здесь даже написано, для какого релиза этой версии. Также можно отдельно скачать документацию. И если, например, дата выхода красная, то тогда значит, что модуль актуальный. То есть он вышел менее двух недель назад. Не актуальный, а просто вышел менее двух недель назад. Ну, да. Какие же у нас ближайшие планы на развитие модуля для интеграции с трет-магазином? Очень многие просят. Давай я про это расскажу. Давай. Смотрите, ребята, у нас были некоторые проблемы, которые мы хотели бы решить в рамках нового релиза или ближайшего времени. Это импорт товаров с сайта. Да, очень часто хранится информация в рамках 1С и нужно передать информацию из 1С в рамках буса. То есть нужно отдать всю информацию в бус, создать каталог внутри и так далее. Но бывает так, что компания маленькая, она не работала с 1С, она работала с бус, и тут она приобретает 1С торговлю, и нужно всю информацию выгрузить в обратную сторону. Сейчас это сделать невозможно, особенно не дай бог, если клиенты используют торговые предложения или еще что-то делают нестандартное, то что там вообще не передашь какими-то выгрузками. То есть мы планируем сделать выгрузку в обратную сторону, чтобы была возможность с управления сайтом, с вашего интернет-магазина перенести все данные в рамках 1С и уже ввести их в 1С для учета. Мы сделаем, у нас есть проблема с очередями. Наша система в данный момент не поддерживает множество работы с множеством баз данных. У нас все данные хранятся в таблице во временной, в которой они обрабатываются. Это таблица одна, и они пересекаются. Не дай бог, если неправильная настройка, пришли данные конкурентные, данные будут перетерты. Мы сделаем систему очередей. Можно будет подключать множество 1С к одному продукту, они будут в очередь выстраиваться. Мы разобьем эту возможность на две части. Будут данные предварительно загружены и добавлены в систему, а обрабатываться будут уже по очереди, а загрузка будет многопоточная. Ну и последняя вещь. Мы объявляли уже эту возможность, загрузку скидок из 1С. Мы ее дореализуем и выпустим, скорее всего, в ближайшее время, до конца лета, например. Давайте в конце уже, когда вопросы будут. Отлично. А у нас время как раз будет. Саша есть. Можно мучить. До финального доклада полчаса будет. Более. Тут идет время, быстрее. Вообще нас можно сравнить с дорожными службами. Модули постоянно развиваются, как сами дороги. Постоянно строятся мосты, строятся новые дороги, строятся отбойники, новая разметка. То есть постоянно идет какая-то бурная деятельность. Вот так вот у нас модуль для буст, постоянно бурная деятельность, что-то развивается, что-то строится. И то, что нужно клиентам, то, что просят. Причем я добавлю, Саша у нас шустрый, он явно не российский построитель дорог, поэтому ему нужны новые идеи для реализации. Пожалуйста, сообщайте ему все идеи, даже если они бредовые. Мы будем их обсуждать и выпускать вам в виде дополнений к нашему модулю. То есть будем выбирать наиболее важное. Замучить его, пожалуйста. Надо, я мучу уже всех разработчиков. Загрузите его, пожалуйста. Мучу Юру. Так, теперь перейдем про Bitrix24. Для Bitrix24 у нас есть модули для ZOOP, для ZOOP редакции 2.5, для ZOOP редакции 3.0. Этот модуль позволяет выгружать кадровую информацию, экспортировать кадровую информацию из 1С в бус, в данном случае карпетированный портал. Также позволяет сделать так, чтобы из карпетирования портала можно было посмотреть расчетные листки и остатки отпуска и также опубликовать информацию в живую ленту из 1С. Для Bitrix24 у нас есть модули для бухгалтерии 3.0, которые реализованы в управлении формы. В том числе подойдет и для бухгалтерии Корп. В данном случае у нас два модуля. Первый – это экспорт печатной формы отчетов и второй – 11-трекер, о котором я поговорю чуть позже. А для управления торговой 11-й редакцией у нас больше всего количества модулей. Помимо тех, которые относятся какие есть для бухгалтерии 3.0, также есть возможность выгрузки информации о товарах и обмен с счетами. В данном случае я расскажу вам немного о модуле, который вышел совсем недавно, 1С-трекер, который позволяет экспортировать информацию о контрагентах в Bittrex24. Вообще, первоначально… Юр, расскажешь или я могу рассказать? Давайте я расскажу, для чего этот модуль был сделан. Мы уже объявляли не раз на Bittrex24, что мы делаем омниканальную CRM, в которую сливаем все каналы. И мы считаем, что нужно передавать информацию с различных источников в небольшом объеме, достаточном, чтобы по клиенту вынести какое-то суждение, понять, насколько он интересен для компании и так далее. И вот этот 1С-трекер, он как раз показывает эту концепцию, он передает туда информацию о контрагенте в полном объеме, то есть он выдает информацию о всех данных по контрагенту, его расчетные счета, его даты, его данные, где он живет и так далее. Плюс мы передаем небольшой пакет данных, связанных с товарным или с документальным наполнением. То есть мы передаем номер документа, мы передаем название документа, мы передаем сумму документа, если она существует, и менеджера, который отвечает за данный документ. Из самого важного, что передается в этом пакете, мы можем передать URL на страницу с этим документом. Если ваша 1С или ваша система, которую вы подключаете, вообще коннектор универсальный, это RESTAPI-коннектор к нашей системе BITREX24, если ваша система поддерживает открытие какого-то документа или открытие вашей системы в вебе, то вы можете передать URL на конкретный документ и открыть его в этой системе. То есть менеджер получил звонок, увидел на экране информацию о каком-то документе, он ответил клиенту по какой-то там прошел платеж, не прошел платеж, еще что-то. Если клиенту нужна более детальная информация, например, по составу этого заказа или по составу этого документа, вы нажимаете по ссылке, вас перебрасывают в 1С и вы там обрабатываете этот документ уже в рамках 1С. Ты уже почти все рассказал, то что почти нечего рассказывать. Так, что позволяет, ты уже рассказал, что же он может выгружать с точки зрения 1С. В данном случае он может выгружать контрагенты и информацию о нем. В данном случае информация это как бы стандартная, e-mail, телефон, ИН, КПП, адреса юридические, физические. Также может выгружать контактные лица контрагентов, которые попадают в контактные лица. Кстати, контрагенты попадают в раздел компании. Можно выгружать организации, которые точно так же хранятся в разделе компании, но с признаком, что это своя компания. И так же позволяет выгружать документы. Документы могут выгружаться по умолчанию. У нас реализован так, что выгружается только отгрузка. Но можно настроить так, чтобы выгружались любые документы, у которых есть реквизит сумма, есть реквизит контрагент, и этот документ должен быть в составе плана обмена, чтобы могли выгружаться только в режиме изменений. Битрикс 24. Они выгружаются в дело. Создается тип дела, выгрузка, вот растапе дела, и туда попадает вся информация. Фактически это лог этой выгрузки. Давай я до конца уже добью. Если это данные какого-то контрагента, то кроме дела, дело создается всегда автоматически, оно еще и привязывает это дело к тому контрагенту, который выгружается. То есть, если в пакете содержится информация по контрагенту плюс данные о документе, то они будут привязаны к конкретному контрагенту, который существует в виде дела, которое выгрузилось. Когда у нас создается контрагент в разделе компания, то тогда у нас создается дело. Дело создается всегда. И когда компания создается, и контактное лицо, и когда документ приходит. Данных в 1С очень-очень много. И очень часто нужно выгружать не всех контрагентов. Потому что контрагент может быть десятки тысяч, а должны выгружаться только определенные. Или то же самое документы. Документов тоже может быть много организаций в 1С, и выгружать документы нужно по одной организации. В данном случае мы реализовали настройки, в которых можно указать отборы, по каким отборам выгружать те или иные данные. Когда данные попадали в CRM, то в данном случае тут показано, как это выглядит в разделе дела. В данном случае вы можете видеть, что создались те или иные записи, и у него иконка 1С. Это значит, что этот элемент пришел из 1С. Фактически на экране как раз отображается дело. Дело попало из 1С, и вот там полная информация, которая попала в это дело. Да, и если можете заметить, то что я открыл одно дело, тут есть в квадратике, нарисованном в красном, внешняя ссылка. Если вы в настройках указали адрес веб-сервера 1С, то тогда появится эта ссылка, и при нажатии на этой ссылке у вас откроется 1С в браузере с данным конкретным элементом, который пришел с 1С. И это очень удобно на самом деле. Там нет типа дела 1С, это типа дела RESTAP. То есть это универсальный коннектор, там не обязательно с 1С выгружать данные, там может быть любая система. Можно будет несколько разбереть. Если у вас несколько документов, то там выгружается признак, по которому это заказ, это отгрузка, или это какой-нибудь там счет. В данном случае, я думаю, это можно сфильтровать. На самом деле. Ну, точнее было не по документам, а скорее всего по разным системам. Правильно? Это естественно фильтровать можно. Все, тут проблем нет. Да, да, да. Естественно, там можно фильтровать. Давайте сейчас ускоримся. Как это можно получить? Получить можно двумя способами. Первый – это с нашего Bitrix24 есть раздел 1С Bitrix. В него переходим. В первом пункте есть ссылка. При открытии этой ссылки то открывается страница, где можно скачать эти модули. Модули. Вот они. Они у нас для трех конфигураций. Для бухгалтерии предприятия, редакции 3.0, для управления торговлей, редакции 11 и для УНФ. В данном случае они максимально независимы от типовой конфигурации, поэтому с большой долей вероятности при обновлении релизов 1С модули не сломаются. Единственное, что могут быть проблемы, это когда будете ставить на управление торговлей других стран, то там могут возникнуть проблемы из-за банковских реквизитов. Может не быть ИНН или может быть других служебных реквизитов. То есть там нужно смотреть и тестировать. Также можно скачать сразу, перейти на эту страницу и скачать нашу модуль. Так, в данном случае можете связаться со мной. Вот тут моя электронная почта. Есть сайт ИДЕ. Если у вас какие-то есть проблемы, то можете написать или в техподдержку, или мне. Да, верни слайдик и оставь. Так, ссылки, конечно… Прайс, прайс, Саша, сразу же внизу. Какой прайс? Иди отсюда. Бесплатно, неограниченно, онлайн. Правильно. Раз так заинтересовала эта страница, то расскажу то, что… Если у вас какие-то есть идеи по улучшению модуля, то пишите на сайт ИДЕ. Мы их постоянно смотрим, и если ИДЕ действительно хорошая, из-за нее голосуют, мы включаем ее в план и потом реализуем. Про форум Битрикс24 я сказал. А, еще у нас появился новый портал для наших партнеров в Битрикс24.ru, на котором вы можете спросить вопросы про наш 1С-трекер, там выходят статьи по модулям вообще по Битрикс24. Вообще ставьте наши модули, потому что если вы поставите наш модуль по Boost, то у вас откроются новые возможности, которых нет в типовом модуле. В данном случае я рассказал про какие уникальные особенности, которые есть, но это как бы не все, потому что время ограничено, и я не могу вам рассказать подробно все эти. Также, как я и рассказывал, все очень оптимизировано. То есть выгружается по пакетам, выгружается различными подтипами данных, выгружается только новая измененная информация по картинкам, то есть довольно-таки все очень быстро работает. И также наши модули постоянно развиваются. То есть выходит, как уже сказали, в ближайших планах, которые импорт товаров сайтов очень сильно просят. Очень сильно просят скидки, которых у нас стоит в планах, а про очередь тоже, когда она будет реализована, исчезнут очень-очень много проблем, которые есть. Спасибо за внимание. Коллеги, не расходитесь, как поступим. У нас есть полчаса до финального доклада. Мы можем с вами либо сейчас помучить Сашу очень хорошо, то есть либо вы кучкой соберетесь, либо мы позадаем вопросы через микрофон. Вам как лучше? Через микрофон. Окей. Через микрофон в онлайн попадет. Нас же смотрят не только в онлайн. Окей, давайте я тогда буду бегать. Можно. Только по одному вопросу на человека. Будем потом ротироваться. Я понимаю. Мы к вам еще раз подойдем лучше. Меня зовут Дмитрий, компания Сонлайн. Вы, наверное, знаете. У меня есть вопрос по настройке. Там был слайд документов. У меня вопрос такой. Когда мы настраиваем загрузку документов с сайта, мы настраиваем кассу, организацию. Создается заказ покупателя, но атрибуты в заказе покупателя не устанавливаются, организация и касса. И документ не проводится. Смотрите. У вас напротив реквизита кассы что стоит, какое значение? Откуда брать с сайта? Или у вас… Просто нужно посмотреть, как у вас заполняется. Потому что если у вас стоит что с данных с XML, то вам нужно задать соответствие. По какой платежной кассе подставится, какая касса. А организация всегда стоит по умолчанию фиксированная значение. Нужно указать, какая организация будет подставляться. У меня их несколько. И указывают в зависимости от типа платежа должна подставляться организация. То есть это могут быть наличные, это может быть на ЧП оплаты, это может быть на юрлицо оплата. Есть настройка в форме 1С, но эта настройка не подтягивает заказ. Я все время прошу нашего 1Сника при каждой интеграции, он там дописывает пару строк, и тогда все классно работает. Но почему это не вписать в конфигурацию по умолчанию? Смотрите, если у вас организация зависит от платежной системы, то тогда у вас свой кастомный какой-то механизм. Потому что… Но тут есть ли там организация? Я даже не смогу. Это сложные такие вопросы. Ну да, это в кулуарах. На самом деле просто у вас как бы там… В 1С есть раздельное ведение партнеров-контрагентов. Как оно реализовано в 1С-трекер? Или это… Из 1С-трекера у нас выгружаются контрагенты, только партнеры у нас не трогаются. Не трогаются, да. Соответственно, если мы отдельно ведем партнеров-контрагентов, то у нас выгружаются только контрагенты. Без привязки к партнеров. Смотрите, в УТ-шке партнерам привязываются контактные лица. Когда я выгружаю контрагентов, то тогда я вытаскиваю все контактные лица этого… Привязываю этого контактного лица к этому контрагенту и с партнером. Здесь вопрос, наверное, больше, как сказать, ну там не контактные лица, там структура холдинга, да. У нас есть, например, какое-то головное предприятие, ну там, а у него есть 2 или 3 там юридических лица. Соответственно, мы делаем партнера какого-то там, вот, и к нему 3 юридических лица. В Битрикс24 нет такого понятия как партнера и контрагент, поэтому выгружаю самую минимальную, как бы, самую нижнюю уровень. Самый нижний уровень – это контрагенты, поэтому я их выгружаю, и потом его, как бы, туда информация как раз контрагенту, если мы помним, там ИНН, как бы сами эти уже реквизиты уже контрагента конкретно уже выгружаются, а контактные лица, которые выгружаются потом, они привязаны как конкретно уже к этим контрагентам. А в Битрикс24 не планируется? Ну, такая же структура, чтобы, ну, например, у клиента, да, у какого-то, вот, было несколько юридических лиц. Пока не планируется. Ну, не знаю, может, есть сайт идеи, их напишите там, как бы, посмотрим, если будет голосовать, если надо, то, может, реализуют. Спасибо. Да, у меня вопрос, Олег, из компании Трионикс. Вопрос, скорее, даже не к вам, наверное, Александр, а вот, может, даже к Юрию Волошину, или вообще к компании Битрикс. Насущный давно вопрос о интеграции с облачными 1С, то есть сервисами. Там, фреш, 1С фреш. То есть вопрос, я понимаю, вообще даже не технический, какой-то политический, но не сдвигается ни в какую. Они ваш модуль не ставят почему-то, да? И много клиентов у нас, которые пользуются облачными 1С и не могут никак с тем же Битрикс 2.4 ничего связать. Смотрите, просто есть куча различных облачных сервисов. Есть, которые позволяют зайти в конфигуратор, есть, которые не позволяют. Там позволяется зайти в конфигуратор? Или просто я знаю, есть некоторые наши партнеры ставили на облачной 1С, наш модуль и работали. Нет, он не работает практически. Вообще, ну, мучения сплошные. У вас же есть вот этот модуль. И можно просто взять его и поставить к себе. Вопрос, я так понимаю, взаимодействия между вами, ну, Битриксом, и 1С облачными. Просто договориться, чтобы они взяли этот модуль и у себя интегрировали. Конечно, они не дадут туда лезть, но сами-то они могут это сделать. То есть, есть ли в планах общение по этому поводу с облачной 1С? Смотрите, здесь есть одна такая проблема. Проблема заключается в том, что типовой модуль… Что так? Давайте микрофон нам этот. Понимаете, модуль 1С, он как бы не только для нашей системы, он для всех, которых есть. Он стандартизирован. И они не могут взять и поставить наш модуль, потому что наши расширены. Поэтому они используют к типовой, которая представляет базовый функционал. Вопросы, чтобы они могли это издавать. Вопросы, вы явно не ко мне. Давайте дальше вопросы. Вопрос по совместимости. Нам сегодня очень много рассказали о 16.5 Битриксе, о новом магазине, новой системе работы с заказами. Вопрос. Четвертый модуль. Совместим с новым магазином? И наоборот. Шестой модуль совместим с неконвертированным магазином или нет? Смотрите, в данном случае мы будем делать так, чтобы новый буст, который 16 работал только с версии, начиная с 6.0. Конечно, шестая версия работает со старыми, но это неправильно. Работа, потому что не было никаких изменений в XML, которые критично важны. А старая, четвертая версия, 16.0. Конечно, теоретически он будет работать, но тоже может быть некорректно работать. Потому что в 16.0 у нас уже другая система оплаты, заказов, уже отгрузки, а четвертой версии этого в принципе не было. Ну, собственно, проблема какая возникла. Мы использовали шестую версию модуля. И мы с вами долго переписывались. На самом деле при обмене с неконвертированным магазином происходит не задвоение заказов, а 1СК выпадает с ошибкой, что заказ под таким-то номером не найден. То есть конверсия магазина, все решилось. Ну, нужно смотреть. На самом деле мы тут работаем, и когда я вернусь с конференции, мы тоже будем работать с разработчиком, который это делается со стороны сайта. И мы будем смотреть, почему. Задвоение, будем рисовать схему и будем продумать всевозможные сценарии, как чтобы не было ни задвоений, чтобы заказы ничего не теряли, спайдишнику, чтобы все находилось. То есть как бы это еще будет все дорабатываться. Спасибо. Алексей Интерволга. Я продолжу вопрос про бус теперь уже и контрагентов. Частей две. Во-первых, действительно, многие клиенты очень сильно хотят введить данные по партнерам своим на сайте, если у них включено введение партнеров. Сейчас контрагент становится пользователем и частично платежным профилем. Вот не знаю, в отдельный справочник данные по партнерам выгрузить или еще как-то информацию, это очень нужно. Кастомизируем каждый второй проект. Юр, давай через микрофон. Очень многие просили выгружать оффлайновых клиентов. То есть это вот одна из просьб, похожая на те просьбы, которые были по оффлайнам и клиентам. Это неправильная схема. В бусе нет возможности обрабатывать эти контрагенты, которые выгружаются. Соответственно, выгрузка этих данных это просто замусорение буса. Выгрузка контрагентов лучше организовывать куда-нибудь, например, в битрикс24. Там есть инструменты для обработки этих данных. Они хотят затянуть существующих клиентов на сайт. Я понимаю, что они с ними делать будут. Вот посмотрите, вы затянули, а обрабатывать негде. Нет ни структура данных для обработки, нет ни возможности не фильтрануть, не посмотреть, ничего сделать. То есть данные пришли, легли мертвым грузом, засорили базу, но ничего с ними сделать нельзя. А вот это была вторая часть вопроса. Что они ложатся мертвым грузом. Все верно. Что если емейла изначально нет... Посмотрите, если дальше двигаться, это нужно в бус сделать... Если емейла нет, потом его изменяют в 1С, на сайте он не меняется. В крайнем случае вы можете партнер выгрузить в пользовательский справочник. И он будет храниться в хайл-блоке, и тоже будет лежать грузом, и не понятно, что с ним делать. То есть самая большая проблема – это обработка данных. Поэтому мы все-таки концепту рассматриваем, что обработка данных клиентов – это задача от Bitrix24. Там есть инструменты для обработки этих данных. Там можно будет фильтровать, настраивать автоматику обработки и так далее, и так далее, и так далее. Что-то хотя бы с этими данными делать. Давайте двинемся дальше. Сейчас дойдет. У меня такой вопрос. А когда будет выгрузка файлов в справочниках? В пользовательских справочниках? Да. Пока это не планировалось, но... А по какой причине не планировалось? Не было спроса? Первоначально просто информация требовалась, чтобы только текст информации главный, а файлы – это уже дополнительно... Еще... Процентов 20, я думаю, хонят. Смотрите, в крайнем случае создайте идею на сайте идей, если еще не есть. Если много кто проголосует, то тогда мы можем поставить задачу и реализовать. Например, некий функционал мы реализуем. Еще тогда один вопрос. Если боретесь за производительность, почему не использовать формат файла, допустим, JSON, или вообще не использовать файл, а напрямую писать в базу данных? Как подразумевается все это поддерживать? В смысле JSON – это... У вас формируется файл, грубо говоря, одной функцией. Формируется пакет. Точно так же будет логика пакетная, только файл будет другого формата. Конечно, да. Все красиво, но возникает проблема, когда этот файл 10-гигабайтный. Как вы с ним будете разбираться? Такая же пакетная обработка. Зачем 10-гигабайтный файл? Знаете, в XML есть дополнительные механизмы, есть специальные парсеры, которые позволяют это работать. В данном случае, когда у вас приходит какой-то нечитаемый файл, вы в этом JSON-е не разберетесь. И к тому же, к примеру, то же самое, когда делал экспорт 1S-трекер, то эти данные, там он сделан через REST API, и пришлось очень сильно мучиться с передачей данных. Пришлось кодировать, раскодировать. Скажу честно, это очень тяжело поддерживать с точки зрения поддержки. Конечно, да, это все красиво. Может быть, там будет 5% быстродействия, но это того не стоит с точки зрения внедрения и потом это все это поддержки. А безфайловый режим? Какой? Безфайловый. Например, безфайловый. А, который напрямую с базы? Да. Ну, хорошо. Вы сделали, потом взяли, поменяли, например, структуру немножко, изменились новые поля в базе данных, и все, я обмен упал. А в том, кто вы поменяли, файлектор надо менять? Какая разница, что так меньше, что так меньше? Нет, смотрите, в данном случае у вас может быть модуль стоять одной версии, а, например, Boost обновился. Или там несколько раз обновился. Он будет работать, допустим, если как бы не критичный, таки нет глобальных изменений. А в данном случае… Неправильно работать напрямую через… Вообще никто… С веб-сервисами? С веб-сервисами? Смотря что поднимается под веб-сервисом. Полная работа? Один обмен, допустим, заказан реализовать через веб-сервис. А мы делали опрос в Биенске, это поднималась тема на прошлой партнерской конференции. Оказалось, что из 10 тысяч респондентов два всего используют веб-сервис. Ну, в данном случае технологии это будет развиваться, ее продвигают. И когда он стоит уже массовый, тогда мы реализуем через веб-сервис. Коллеги, давайте двигаемся дальше. Я думаю, что парочку вопросов примем. Вопрос по 1С-трекеру. Вы сказали, что вы выгружаете документы. Вы, соответственно, только шапку документа выгружаете или табличную часть тоже можете забрать? Или, допустим, какие-то произвольные поля настраиваемые? То есть я хочу забрать документ с теми полями, которые вы перечислили в презентации. И еще хочу парочку полей, которые мне жизненно необходимы, чтобы они оказались в битрикс24. Можно такое организовать? Сейчас это нельзя сделать. Выгружаются только определенные поля. В данном случае это просто информация. А проговорите еще раз, какие поля выгружаются. Выгружается контрагент, выгружается сумма, номер, дата организации. И URL, если есть адрес веб-сервисе. Окей, хорошо. Как мне тогда, соответственно, я сделал в оффлайне, как вы говорите, покупку. И ко мне применилась какая-то скидка. Допустим, по карте лояльности. Соответственно, то, что ко мне применилась скидка, это должно быть отражено в 1С. Оно отразилось. В 1С там произошли соответствующие движения документов. И мне бы хорошо это знать в Bittrex 24, потому что там CRM, там, соответственно, есть клиент, у которого программа лояльности, у которого, соответственно, нужно отразить, что произошла транзакция. И вот конкретно по вот этой скидочной программе, то есть там какие-то ID-шники хотя бы, соответственно, нужно протаскивать. Вот как это решить вопрос? Вообще мы планируем добавить еще в эту схему обмена, добавить статусы. Ну, то есть это важная информация. И, наверное, мы дадим возможность выгружать какие-то элементы, которые будут попадать в Bittrex 24. Самая большая проблема, что произойдет такая же ситуация, как с бусом. Обрабатывать их чем? То есть для чего они туда будут выгружаться? Вот в своем случае это будут просто текстовые поля. И потом партнеры на Афе уже молодят данные. Окей, но это мы обсудим отдельно. В принципе, интересная схема. Мы думали над такою возможностью добавить, но мы хотим пока регламентировать объем выгружаемых данных, чтобы не терять скорость этого обмена. Давайте, коллеги, последний вопрос, и будем закрываться уже. Спасибо. Следующий вопрос у меня такой. Если мы говорим об интеграции 1С и бус, нужно интегрировать что-то, чего не подразумевает модуль, который вы презентовали сегодня. Как это можно сделать, если 1С, если не использовать, например, версию МСКО для 1С? Каким образом можно информацию из 1С перенести в бус? Так, еще раз. Они не используют наш модуль и не напрямую? Не совсем понятен вопрос. Если используется наш модуль, вы можете передать в бус любую информацию? Любую? Любую вообще там. Которая нестандартная, которой нету. Онлайн, синхронизация онлайн. Что такое синхронизация онлайн? Ну, например, в 1С разработан какой-то дополнительный модуль, например, рассчитывающий доставку или что-то еще. Бывает у клиентов такое. И им нужно, чтобы из 1С это переносилось в бус. Тут сложный вопрос, смотря где все это хранится. Если это в стандартных каких-то местах 1С хранится, и оно доступно в фильтрации или еще для чего-то, чтобы для выгрузки, вы это все получите. Мы там открываем при добавлении справочники, открываем все дополнительные поля стандартные, и вы можете с любого поля любые данные выбрать. А нужно, чтобы была обратная связь в режиме онлайн. Это тоже возможно? В любом случае могу сказать, что это нужно будет кастомизировать, дорабатывать, и там нормально. Этот обмен будет односторонний фактически. Вы данные возьмете с 1С, отправите их в бус. А что с этими данными делать? Вам придется уже дописывать. А дописывать каким образом? На бусе. Нанять партнера. Само проще договориться с партнером, объяснить задачу и ее реализовать в рамках партнеров. То есть здесь все-таки это решение будет уникальное для вас, и нужно понимать специфику, что вы хотите добиться. Это лучше обсуждать с партнерами, реализовывать с партнерами. Если у вас нет компетенции, например, реализовать ее собственным силами. То есть у вас нет разработчиков, которые смогут это сделать, а здесь по-любому придется делать какую-то разработку. То проще пойти легким путем, найти партнера и с ним пообщаться на эту тему. Спасибо большое.